И, кстати, я вам дал разрешение. Каждый, кто хочет, может. Да, Алекс, давайте. Я советую Алексу сделать, если он докладчик, будет лучшего качества. Понятно, хорошо. Значит, сейчас мы говорили, в общем-то, о дошкольном... Алекс не включил запись. Я включил, я включил. А Алексу важно, потому что у него качество будет хорошее, если он будет писать. Да, сейчас у меня, наконец-то, сегодня сделали... Да, да, просто несоставимое качество с тем, что было. Все, да. Извините, что прервали, мы вас слышим. Что вы пытались, значит, какая проблема была? Как влияет дошкольное образование, то есть детские сады и прочее, на последующее развитие. Я пересмотрел, какая есть литература. По этому поводу литературы очень немного. Еще меньше в отношении, вот, в Израиле, в отношении, вот, скажем, еврейских семей, особенно ортодоксальных семей. Что, да, удалось, что, да, удалось найти. Что это вот на примере Америки. Расравнивают, что происходит с теми детьми, которые помещаются в религиозные детские сады. И как, то есть сады, которые, скажем так, под контролем религиозных церковных организаций. И каким образом это влияет на дальнейшее развитие. В общем, там, что для нас интересно, там несколько моментов. Первое, что влияет, первое, это семья. То есть до какой степени родители сами вовлечены в религиозную жизнь. И второе, окружение этой семьи, то есть с кем они общаются. Если и то, и другое совпадают, то есть это высокорелигиозная активность родителей. И одновременно окружение, которое также придерживается тех же самых ценностей. То влияние со всех точек зрения, оно положительное. То есть там и лучшие результаты. Результаты обучения в последующие. И лучшие, скажем так, социальные контакты. То есть взаимодействие детей со своими сверстниками. Ну и, соответственно, это продолжается дальше на будущее. И лучшие результаты в социальных, скажем так, все социальные показатели. Образование, последующие вступления в брак и так далее. С меньшие разводы и так далее. Все вот эти, все позитивные. То есть, по-видимому, здесь вот то, что если брать наш пример, наш вопрос, что такого есть в детских ходах в Халидзим, среди Халидзим, то, значит, тут первое, это то, что есть в семье. И второе, то окружение, которое есть в семье. И, насколько я могу понять, в принципе, этот аспект не рассматривался, но, в общем-то, это видно, что тот отбор, который производится среди для воспитательницы в детских садах. Ну, здесь очень, ну, последнее довольно простое социологическое объяснение, что не так много мест, куда, скажем так, женщины из халидзимных семей могут пойти работать. И, соответствующим образом, там выбор, там довольно, те, кто там есть, то есть, там довольно высотой, тогда отбираются более-менее лучшие. В других местах, то есть, почему это я видел довольно, я посмотрел довольно много литературы, эффект как раз прямо противоположный. То есть, там отбираются те, кто больше никуда не мог устроиться. Существует. Что, что влияет? Ну, поглади, да. Ну, я не знаю, по-моему, это, по-моему, здесь, это не является каким-то, какой-то неожиданностью. Что? Я, я все-таки, я хотел бы чуть-чуть на полях, что все-таки количество... Да, наверное, нет, принимается. Я прошу прощения, все, снимается на выражении. Да, хорошо, снимается. Значит, того, что одна из... Я бы дополнил таким образом, что одна из немногих профессий, кредитных женщин, куда она может пойти, и где при этом будет конкурс личных качеств, а не конкурс биографии. Если, ну, поскольку все из Советского Союза, то все помнят, что такое конкурс биографии. Ну, ну, то есть, не нужно объяснить. Да, все. Арен сказал одну очень интересную вещь, что система отбора, она такая очень разумная. То есть, управляющие детсадиками, видно, имеют хороший опыт и хорошую возможность отобрать. Как можно отобрать по личным качествам? Это только благодаря знакомству с семей, мне так кажется, да? Ну, в какой-то степени, но не только. Я так, насколько я могу... Да, извиняюсь. Я думаю, что дело в том, что воспитательница садика – это не самое престижное в сравнении с учительницей. То есть, это менее престижное, это ступень ниже. И поэтому там не такой... Материально, наверное, это тоже чуть-чуть ниже. А в всяком случае, в смысле социального пакета, который дается ниже, чем школьные учителя. И поэтому я думаю, что там более свободное, ну, такое пространство свободы. А я не уверен, что я правильно сформулировал свой вопрос. Как управляющая детским садиком находит хорошую воспитательницу, хорошую работницу? Я думаю, что это благодаря связи между семьей. А вот скажите, какие еще могут быть... Как он узнает, что девушка, которая пришла, женщина, которая пришла к ней наниматься, она успешная. Может быть, благодаря связям между семьями. А может быть, это другими. Если она успешная, то она с большой долей вероятности откроет, если есть такие материальные возможности. Вы сказали, если она... Вот пришел человек, говорит, я хочу быть воспитательницей в твоем детском саду. Как управляющая решит, вот это хорошее, я ее беру или нет? Ну так все хороидивное общество держится на прямых связях, на тем, что... Потому что они знакомы с семьями. Они знакомы с семьями. И ее родители, и ее дяди и тети говорят воспитательницы. Смотри, Ривка, смотри, какая хорошая девочка. Какая замечательная девочка. Ты обязательно ее возьми, не позови. По... Не совсем так. Ну, хорошо. Ну, скажите, как? Я специально провоцирую, чтобы от вас не знать. Скорее всего, идеально... То есть, как в этом... В объявлении о приеме на работу, да? Вешается... С нашей точки зрения, идеальный кандидат этот, да? Ну... Вешалось раньше такое объявление, да? Ну... Как для нас выглядит идеальный кандидат? Человек же не объективно себя оценивает, что это за... Принимающая, да. Вот этот идеальный кандидат с точки зрения толковой ганены. Профессиональный, высокопрофессиональный ганены, для которой важнее профессиональные качества того, как она возьмет на работу, а не личные связи. Аарон, вы, наверное, опять не на мой вопрос отвечаете. Ну, я не знаю подробнее. Я не спрашиваю, какая она должна быть. Я спрашиваю, как управляющая детским садиком, детским садиком, отберет себе хороших и не возьмет тех, которые думают, что они хорошие. Она спросит у нее, где она работала воспитателем. Ну, а если она в первую... Где она работала бэбиситтером. Сколько у нее родителей, детей, братьев и сестер в семье. На основании этих параметров, суммы параметров. И какие семьи ее приглашали. То есть она потом поговорит с теми людьми, с которыми она работала. Потом она проверит то, что она говорит. Если она не знает или знает, наоборот, с хорошей стороны, то, в общем, если знает, слышала что-то не очень хорошее, то не водит. Ну, все ясно. Короче, она поговорит с теми семьями или садиками, где она работала. И там люди связаны. Те, с кем она будет говорить, у них взаимное доверие. Они хорошо уже друг друга знают. Это тесно связанное общество. Но есть еще один параметр. Я правильно понимаю, Виктор? Да, но есть еще один параметр, Миша. Есть такой... Меня слышно или нет? Да, слышно. А, так вот. Вам надо выключить звонок, потому что он очень... Звонок у меня его нет. Пугает. Вибрирующий звонок у вас. Его надо отключить или мы вынуждены будем вас опять заблокировать. Нет, нет, не даю. Я не хочу. Но он у меня... А, я понял, что вы хотите. Вам надо его просто отключить. Сейчас я его уберу. Вот так. Звоните. Сейчас легче? Ну, не знаю. Сейчас узнаем. Сейчас я посмотрю. Давайте так сделаем. Я, может, подойду сейчас к компьютеру, будет другая. Я просто скажу вещь и пойду к компьютеру. Вы говорите, да. Да. Значит, дело в том, что выбор вот этой вот девочки, которая будет работать в детском садике, зависит не только от ее качеств, а зависит еще от самого выбирателя, потому что она может иметь несколько стратегий, но одна из них такая забавная, что он не хочет выбрать, иногда хочет выбрать более сильную, чем она сама. А иногда она хочет выбрать намеренно более слабую, чем она сама. И там всякие варианты есть еще. Арон, вы усложнили задачу. Я вам скажу, что она и без того сложная. Даже если человек искренне хочет найти хорошего работника, это очень трудно. Я бы предложил не вносить дополнительную сложность, а хотя бы с этим разобраться. Предположим, что она искренне хочет найти хорошую работницу. Это не так легко, но в обществе, которое связано, видимо, это легче. Да, да. Ну, там есть стратегия, это ладно. Но в любом случае это большая удача, если я нахожу того, кто мне годится во всех параметрах. И внутренними качествами, и возможность общаться со мной, и как руководителем. И меня устраивает уровень притязаний того человека, не быть лучше меня. А иногда, наоборот, хочется, чтобы в чем-то отдельном был лучше, чем я руководительница. Это очень-очень интересный показатель. Когда руководитель не вообще берет себе такого, который может стать лучшим, чем он во всех параметрах. Но в чем-то одном, да. Это очень интересно. Он ищет, в чем этот человек, который придет, может что-то делать лучше, чем он сам как руководитель. И так далее, и так далее. Но это вы, потом уже фантазия ваша работает. Так что, передаем Александру снова? Да, конечно. Мы с Аароном по очереди адвоката Александра. Я перед Аароном, а он передо мной. Прекрасно. У нас прекрасно. Еще один момент, значит, который, вообще говоря, детские сады, в принципе, играли довольно большую роль. Всегда в традиционном, вот в Европе, в ряде стран, играли в формировании, ну, скажем так, в формировании граждан. Ну, в частности, очень, очень интересная вещь, которая происходила, например, в Венгрии, что там еще, начиная примерно с середины, даже чуть раньше, чем 19 века, детские сады были взяты как одно из основных, один из основных механизмов для, скажем так, формирования венгерской нации. То есть там, скажем, по всей вот венгерской части империи. Вы имеете в виду, когда? После поражения венгерской революции? Даже еще до, еще до, это самое, до поражения. То есть это было введено в венгерское революции. И после того, как, особенно это распространилось после введения вот в войной монархии, монархии Австро-Венгерии, в венгерской части, которая занимала примерно половину, детские сады по всей Венгрии, по всей венгерской части, должны были учить на венгерском языке. Это вы о 19 веке говорите, да? Это 19-е, начало 20-го. Ну, там, помимо всего прочего, кстати, они взяли, я просто посмотрел, я вижу многие элементы из пиетизма, как формировать человека. Но это, в частности, способствовало, каким образом, что к началу Первой мировой войны, скажем так, венгерское население, вот в части Венгрии, оно достигло, оно превысило половину. В то время, как раньше, в свое время, это было, где в 19 веке, было порядка третье население. И очень любопытно, эта вещь сохранилась до и после, то есть, когда уже, и, соответственно, когда была мерзкая пулька между войнами. И после войны, после Второй мировой войны, когда там пытались вести через формальный скамп социалистического гражданина, через какое-то время была обведена автономия в детских садах, что впоследствии привело уже, когда выросло соответствующего поколения, вот, так сказать, более либеральные взгляды, отнюдь не социалистические. Что способствовало. То есть, несмотря на то, что как бы общие, общие тенденции, по идее, должны были социалистическим идеалом, то, что впоследствии получилось, это было скорее тот идеал, который видели на Западе. В итоге. Как это получилось? То есть, как это оказалось, что... Это... То есть, вы видите парадокс, да, что воспитатель детских садов, это непрестижный и в социализме тоже... Да. Далее... Откуда там возникли статус свободы для воспитателя? Откуда возникли... Как воспитатели в детском саду получили возможность воспитывать... Они... Дело в том, что была очень полезна сильная децентрализация, после... Начиная где-то со второй половины 50-х годов. После 20-го съезда венгерских. Да, да, да. После венгерского после венгерского восстания. Да, да, да. И в значительной степени были введены, то есть, что должны были сделать, а именно дети в этих детских садах, они должны были сами участвовать в том, как управляется детский сад. Это, с одной стороны, и большее вовлечение вот местных органов власти и родителей. Это два. Вот. Вместе это вот привело вновь к тому, что, в общем-то, мы потом все увидели в конце 80-х годов. В итоге. То есть, уже практически все, все поколение, оно уже было, у нее были немножко другие идеалы. Практически, то есть, не те социалистические. я все-таки, тут есть какая-то загадка, тут какие-то, знаете, как Ганович говорил, что за каждой аварией есть конкретное имя и фамилия, да? Да. Там должны быть какие-то конкретные имена людей, которые, ну, смогли... Я вам, да, Аарон, я вам перешлю вот эти самые статьи, которые я прошу. Хорошо. От себя, я просто помню свои детские воспоминания, что ленгерские книжки для детей пользовались, может быть, как все социалистические книги из соц. стран пользовались повышенным спросом, там были какие-то для дошкольного возраста, там были действительно какие-то интересные вещи, истории до как возникла Земля, по-моему, еще какие-то книжки, да, издательства Карафина, да? Хотя это и, может быть, и не связано именно с Венгрией, просто... Да, там хорошее издательство было просто очень. Может быть, может быть, я не просто... Все издательства за пределами Советского Союза были, ну, для детей 60-х годов, все они были хорошие. Нет, я это помню. Не помню даже, как в свое время в детских садах, вот я вот тост, ну, последние уже там, сколько, 6 лет. Помню, какие были книги. Хорошо. Вот. И, ну, в общем-то, что, что, что впоследствии можно сказать, то есть тут, ну, если возвратиться к тем элементам, то есть особенность именно, что в хридимном обществе, это, ну, вот, три момента. Первое, это, вовлечо, это родители, второе, это окружение, и третье, это учитель, это преподаватели, воспитатели, точнее, в детских садах. Вот это вот, это их выделяет среди всех, вот, среди всех остальных. Причем, вот, насколько, опять-таки, это добавляю уже от себя, хотя это материал, я этого не видел, но, в общем-то, на то, скажем так, на какое общее, скажем, здоровье человека, известно, что среди в хридимном обществе, в религиозном, оно, в общем-то, выше, чем в среднем это население. Ну, это объективные данные, просто можно смотреть, скажем, какая смертность там, на браке и так далее, то есть, проездная жизнь и прочее. Так вот, материалы, смертность, простите, в каком, в каком, какая среди продажной жизни, скажем, на браке, на самых высоких, по-моему, на самых высоких. Ну, про это я как раз с Михаэлем и обсуждаю. Да, тут один момент, который, опять-таки, данные не на основе, то есть, в Израиле у нас нет, но есть на основе Амелии, когда сравнивали, какие именно, что именно влияет на, когда, на его, скажем так, продажной жизни и прочие показатели, то есть, это не только, это общее состояние здоровья, это психологическое состояние, психологическое здоровье, это именно в какой степени он участвует в жизни общины. Никакие его личные идеи, что он лично думает о религии и так далее, то есть, как он к этому относится, но в какой степени, как часто он молится вместе с Миньяном, то есть, в общине и так далее. Ну, в данном случае, на Америке, как часто он посещает, как часто посещает церковь. Именно это является основным показателем, а отнюдь не то, как он думает сам, о религии. То есть, здесь важно именно поведение, а не, а не идея. я говорю, это я добавляю от себя. Опять-таки. Ну, может быть. Опять-таки, если интересует, я могу дать данные по этому поводу. я интересую. Все. Хорошо. Меня вырвали на последние пять минут, я, наверное, что-то очень важное пропустил. Ну, ладно. Буду смотреть записи. В двух словах вы пропустили, именно какие, вот если подытожить, какие основные, какие основные моменты характеризуют хризимные детские сады. И второй момент, что именно влияет на вот здоровье, то есть, и физическое, и психологическое здоровье человека, это вот то, в какой степени он, именно его поведение, не его идеи. на привычки поведения, я понимаю. То есть, как часто, например, в данном случае, как часто он посещает церковь, например, вот в данном случае на американских примерах здесь вот как часто ходит, а не то, как он думает о том, вот как, скажем так, какие у него теологические идеи и прочее. Ну, это не, от черта, надо подумать. Я не могу сейчас спросить. Хорошо, я это знаю. Так вот сходу решить. Понятно. Это вот насколько я, так сказать, я помню, до какой степени это вот играет роль. Ну, и по-видимому, опять-таки механизм это вот в отношении того, что каким образом формируется, в общем-то как сохраняется на какой степени религиозная традиция, как она передается. В общем-то, свое время было сделано, я помню, довольно давно я про это считал, по-моему, лет 15 назад, не изменяет, когда в Америке сделали сравнение, то есть на самом деле сравнение в Европе, в Америке те организации, секты и так далее, которые были основаны на религиозных принципах и те, которые были основаны на нерелигиозных принципах, поскольку Америка свободная страна, там, начиная там с 19 века огромное было, огромное количество всякого рода сект и прочее. И, в общем-то, там совершенно четко можно было видеть, что те секты, которые основаны на религии, в данном случае там, где большие требования к своим последователям, там выживаемость несравнимо выше, чем те, которые основывались на нерелигиозных идеях, неважно каких-то. Социалистически. Значит, как это измеряется более религиозно, менее религиозно? А, нет, но это на самом деле очень просто. Поименьте в виду, там, наверное, очень сильно какие принципы? Это на самом деле очень просто. На всю оценку влияет вот это сект, но не секта, а как она называется? Ну, которые протестанты, которые живут в сельское место. Амиши. Амиши, да. Голландские, насколько я говорю. Да, да, да. Ильвинистского типа. Да. Может быть, они просто перетягивают за счет этого всю статистику на себя, да? Нет, там рассматривали именно по количеству сект, по разным сектам, они не брали взвешенные. То есть, выборка релевантная. Выборка релевантная. Это по сектам, а не по, это самое, не по количеству. Кстати, опять-таки... Пробует секта и предлагает чем-то заменить. Она для советского человека вызывает тяжелую коннотацию. Понятно. Ну, что делать? Община. Кстати, для них, между прочим, это... Религиозная община. Это более... Хорошо, религиозная община. Принимаю. Давайте называть их... Александр, да, давайте. Назовем их религиозную общину. Вот. Хотя надо... Михаэль, пора уже привыкать к хорошему. Да. Секта... Мы по-русски говорим. Да. Русские языки это несет отрицательную коннотацию. Да. Для тех же... Кстати, для тех же... Про-спортизи Амиши очень любопытная вещь. То есть там и, по-видимому, этот же механизм, я думаю, что он происходит и среди холидивного общества. Опять-таки, данных монетами есть данные только по Амишам. Вот если брать, скажем, скажем, 100-120 лет назад, смотри, то есть про Амиши практически никто не знал. Почему? Потому что их было очень-очень мало. Их было порядка 5 тысяч в 900 году. Сейчас их порядка 300 тысяч. Ого! Вот. Значит, у них... Ну, вы знаете, у них некие ограничения и на рождаемость. Что у них? Нет никаких ограничений и на рождаемость. То есть это, грубо говоря, сколько женщина может рожать, она рожает. То есть они не имеют права предохраняться, да? Да. Ну, значит, там у них есть такая вещь, что, скажем, по-моему, когда наступает 18 лет, хотя, так сказать, не гарантирован, по-моему, 18 лет, они отправляются в то, что называется в внешний мир. Да, примерно, по-моему, на два года. И после этого они должны решать, хотят они жить в миру, то есть покинуть общество, или хотят возвратиться. Да, да, это интересно. Да. Так вот, если примерно поколение назад, два поколения назад, примерно те, кто отпадали, составляли 30-40 процентов, то сейчас эта цифра половина меньше, 15-20. Ага. То есть происходит как бы естественный отбор на те качества. Как они принимают? Они принимают новых членов? По-моему, насколько я знаю, нет. То есть нельзя стать Амишем, не будучи потом? Может быть, у них есть, но, насколько я понимаю, это очень незначительная часть. То есть это в основном у них рост, это естественный рост. А жену не может найти и привезти за эти два года? Извне имеется в виду. Ну да. Извне. Может быть и может, хотя вот, опять-таки, подробности я не знаю, но вот, в общем-то, насколько говорят, что там у них приток извне, он очень незначительный статистически. Статистически он незначительный. Рост у них не за счет, не за счет притока извне, а исключительно за счет натурального. Нет, это понятно, просто, как решается вопрос, вот, то, чтобы в разных хаседудах есть проблемы с перекрестленными, браками, с этим, с наследственностью, всякой, передающейся. как они решают, если они стартовали из какого-то минимального, как они решают проблемы с современной медициной. Израиль религиозно решает проблемы с медициной за счет государства из-за того, что есть кто-то, кто занимает ухреди. Я могу сказать, я читал, как они конкретно, вот именно, как раз вопрос этот, я, наверное, смогу ответить, как они решают. То есть, в Америке они имеют дело, естественно, с врачами, со страховыми компаниями, но у них тоже называются коллективные договора. То есть, те, кто обслуживает амешей, у них существенно меньшие взносы несравнимо. Кто обслуживает. Да. Что это то есть? Они получают меньшую сумму человека, это тоже, что ухредим. Когда много детей, то врачу это выгодно. Когда мало пожилых людей, много детей, то врачу это выгодно. То есть, там особенность еще такая, что поскольку коллективные, скажем так, весь коллектив как бы отвечает за платежи. Что не будут. Да. Ну, это было типично для протестантских общин, насколько я говорю. Собственно, Макс Вебер начинает свою книгу с того, что какой-то протестант приходит к врачу и говорит, что он молится в такой-то церкви и врач не может понять, при чем это. Какое-то имеет отношение к болезни, а какой-то знакомый ему говорит, это значит, что община в самом плохом случае гарантирует плату за лечебник. Если вы помните, это, собственно, начало Вебера, ну, протестантской этики двух капиталей. Да, да. И, вот, поэтому в итоге они платят несравнимо меньший взнос при премиум, то есть несравнимо меньший взнос, чем и премиум по сравнению с тем, что с другим окружающим населением. А как у них экономика? Насчет чего существует сельское хозяйство? И это настолько приносит... Ну, во всяком случае, достаточно, чтобы они жили, вот, увеличились население и... А, у них еще все-таки довольно ограниченное потребление, у них нет элементов престижного потребления, у них нет... Да, да, у них этого нет. этих дорогих моделей этих айфонов, условно. Да, у них не только афон, насколько я знаю, у них нет и, по-моему, частных автомобилей тоже. Не, я имею в виду, я это, я имел в виду в айфон включил все элементы престижного потребления, ну... У них просто нету современной техники, как я понимаю. Да, у них нет современной техники. вот. Ну, это вот просто-напросто я, к чему я просто привел этот пример, что... очень-очень важно. Только одну секундочку, Александр, извините, пожалуйста, потому что я сегодня об этом читаю целый день. Я читаю о Голландии 15-14 века, как в сельских общинах. Экономика росла. И вы, они же из Голландии, да? более поздний период, но для них можно научиться, а чего там они делают, да? Там ткань или что-нибудь еще по своей технологии, да? Да. Или все-таки покупают? Нет, насколько я знаю, они, по-моему, очень резко ограничиваются в сельной технике. То есть, они полностью и еду, и одежду себе сами производят? холст, лен, шерсть, насколько я помню, да? Да, да, вот лен и шерсть, они научились делать лучше, чем окружающие народы. Вот там уже был какой-то прорыв в технологии вот в те годы, там, 1400-х, 500-х годах. Ну, ладно, извините, на секунду только. Это потом можно поговорить о этой отдельной истории, да. да, да, извините. Вот, но я к чему основной пункт, что, грубо говоря, у них происходит похоже, что вот естественный отбор, я сказал, то, что процент от падения у них упал вдвое по сравнению с тем, что было даже еще пару поколений назад. Я думаю, что вот аналогичный процесс происходит среди холидим, хотя, говорю, никаких данных по их, по этому поводу у меня нет. Я тоже, к сожалению. Вот, но очень похож. сведения, что Раф Шварц говорит нам, что порядка пяти процентов. Ну, может быть, я пессимистично скажу, может быть, десять процентов. Раньше, насколько могу понять, был существенный больший процент. И сравнил больше. У холидимного мира или у амиши? Нет, у холидимного мира. И благодаря тому, что вот, ну, по крайней мере, литовские, они в Яшиве, это то, что Александр говорит, они вот в этой социальной среде проходят и вся жизнь, да? Да. В семье и в очень такой хорошо структурированной среде. И она не оставляет уже 300 лет. А во внешний мир они даже на два года не выходят? Нет, я думаю, что если они будут на два года в внешний мир, в общем-то, это будет намного больше. Результат будет другой. Ну, да, конечно, даже те, кто в Нахальхариде, это те, кто, они уже по пути внаружу, многие из них были еще до того, как туда пришли, да? На самом деле очень интересно, почему у Амеши такой низкий процент, что называется, нашера на данном деле не было. Я думаю, что один процент это естественный отбор. Вот те, кто не вписывался, то есть, ну, говоря, вот спектр поведения, крайности, они с самого начала не отпадали, оставались те, кто более вписан, то есть тех и тех происходят если надо на те черты, которые, ну, более комфортабельны именно вот в этом окружении, вот в этой общине. Вот. Ну, Нахальхариде, в общем-то, это понятно, что это те, кто, значительные степени, те, кто уже не вписывается, и чтобы как-то их вот удержать. Не знаю, не понимаю, я просто... Я что-то непонятное сказал? Нет, нет, я, я, нет, это мои собственные, извините, это я себе поднос. Я пропустил цифру, у Амишей какой процент отходит сегодня? Из 15-20, а где-то поколение, поколение 2 назад это было где-то 30-40. Интересно, интересно. Молодой человек в Америке сегодня не может купить себе квартиру. Раньше мог. Ну, на самом деле, смотря где, в тех местах... Медианного достатка, да везде все дорого. В любых местах сейчас дорого лагеря. Инфантиризм молодых людей, суды, необходимость возвращать суду на образование, на крей... Ну, как он называется. А какие школы у них? Александр или Арам? Александр, да. Самое важное. Школа и детские сады. Какие у них? Исключительно, то есть, в данном случае исключительно традиционные полностью. Они математику учат? Ну, скажем так. Ну, в Голландии учились, они из Голландии, да, должны учить? Да, учились, ну, то есть, вот тот уровень, который я тогда был, вот этот вот уровень математики, то есть, базовый. Хороший. Сколько лет? У них 12 лет? А в Америке обязательно, наверное, 12-летняя, да? Как-то они в данном... Выставляют, наверное. Вот этот вопрос я просто не знаю, то есть, как они обошли, но, видимо, теоретически вообще там существует это самое, вот, домашнее образование и все. Такая возможность. То есть, видимо, каким-то образом они вписались в эту систему. То есть, там, нет, они действительно должны очень много знать там кузнецы, да, металл, я не знаю, руду, они вряд ли добывают. Нет, ну, ткачи должны быть. Это тоже достаточно высокого уровня инженерная работа, нет? Ну, да. Кузнец это более сложный. Вы имеете в виду, Аарон, что они делают свои ткацкие станки сами? Я не знаю. Я думаю, что да, извиняюсь, а кто для них будет делать? А, если они, ой, вот это, вот эти детали, было бы здорово погрузиться, вы бы поняли действительно историю, историю Голландии. Ну, смотрите, значит, скажем так, их сейчас 300 тысяч, но если эти 300 тысяч, в принципе, можно уже найти полностью, вот, грубо говоря, весь цикл, то, что нужно, все продукты. Да, да, вот сейчас им легче, чем было, когда их было мало. Но все равно, не, ну, вы же не скажите, что они добывают руду, и у них доминная печь, хотя все возможно. В Китае было, да? Доминная печь. Александр, я прошу прощения, вот тут мне Википедия, я не русский, правда, говорит, что по этническому происхождению это свинглисты, да, из Швейцарии, и родом из, если они не все перепутали, и родом из Ильзаса, а не из Голландии. Ну, то есть, Ильзас действительно ближе к Швейцарии, а не к Голландии. Ну, да, это, в общем-то, это раньше, это, так, ну, да, это Германия, да? Да, то есть, это Германия, это вполне может быть, потому что... не могли все перепутать, то есть, и Кипетия, это не, не источник. Нет, но все равно, там, люди поправляются, с явной ошибкой. Как бы, желательно, я, честно говоря, ну, проверить это, да, вот, смотрите, вот английская, фу, да, английская уже статья, что традиционная христианская из Швейцарской Германии, то есть, фу, наоборот, германская Швейцария и эльзасских баптистских групп. Я не помню, где они там связались с Менонитами и Циви... 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 А, я могу сказать, я могу сказать, откуда это считается, потому что, то есть, я могу сказать, почему Голландия, это сейчас я вспомнил. Дело в том, что это, они так называемые претендант-группы, которые называются Пенсильвания-дач. А. Вот. Но, реально, это потом возникло это искажение, поскольку это было не дач, а дойч. А, понятно. Вот, вот отсюда, вот отсюда возникла эта путаница, что они связаны с Голландией. А, понятно. Вот. у них есть кто-нибудь, кто отвечает за контакты с внешним миром? По-моему, да, у них есть. А вот интересно, может, у них и есть сайт, где они о себе пишут? Иногда вот... По-моему, нет. По-моему, у них нет. про них же, то есть, как бы, по мотивам их, вроде бы, кстати, вот тут какое-то решение Верховного Суда США про, там, про их образование 1972 года, однако, да? Да. Надо посмотреть. То есть, хорошо бы с кем-нибудь из них создать какую-то связь. Ну, посмотреть еще на их среднюю продолжительность жизни, потому что она должна быть неплохой, имея доступ к медицине, имея традиционное образование. Вот. Они, кстати, не употребляют, ну, не табак, это понятно, но алкоголь они тоже не употребляют. Что? Хотя, ни пиво, ни виски. life expectancy. А что употребляют? Ну, все остальное, то есть, они не... что вы видите их в среднюю продолжительность жизни? Да, они там в жизни, да, у них примерно такая же, как в среднем по Америке. Статья английская википедия, она адекватная, Александр? Более-менее. Более-менее. А вы видите число их в среднюю продолжительность жизни? Перед вами или нет? Так, сейчас скажу точно, вот, не настолько это самое, то есть, сейчас, у них сравнимо, но у них, помимо всего прочего, несравнимо лучшее здоровье в более пожилом возрасте. в среднем, да, вот измерили, как они это самое, только 4% из них это самое, у них повышенный вес. А, о, это адвокаты людей с повышенным весом, мне надо их срочно изучить. Вот. А в Америке 36% в среднем. Я, я, а, у них 4% с повышенным весом, да? Да, а в среднем в Америке 36% людей. Это их профессия. Вы знаете, это не только повышенный вес, в Америке есть удивительный феномен людей-слонов. Их в Америке намного больше, чем в других странах. вот если среди них люди-слоны, откуда они повышены. Да. И у них эта самая физическая активность, у них в среднем, чем, в 6 раз больше, чем, вот, в среднем. Ну, да, понятно. по 12 странам. На лошадях все сделать, спахать, посеять и убрать, и смолотить, и смолоть. Наверное, эти ветряные мельницы, я так говорю. Смолотить, мне такими бьют, такими палками с наболгашками. я сказал смолоть, не смолотить, а смолоть. Да. Мелют, мелют. Муку. Вот. А их вообще население всего было 200 семей, которые в 18 веке эмигрировали, ну, вот сейчас их 318 тысяч. Это очень интересно. Это для многих антропологических наук просто золотое. Я думаю, в Америке надо издать особый закон об их охране. Напишите туда, в Сенат, или куда. Потому что это ценность человечества. Нет, это не шуток, это большая ценность человечества. Так же, как и израильская коридивная община. Не еврейские. Ну, да. Но, к сожалению, израильская коридивная община по, в общем, исследованию сравним меньше, чем Амиш в этом плане. Да. Вот их надо больше исследовать. Вот моя мечта это сравнительное медицинское, в частности, сравнение Бнейбрака и Северного Тель-Авива. Потому что и там, и там большой процент Ашкеназов и там, и там высокая и средняя продолжительность жизни. Образ жизни абсолютно разный. Я думаю, что там будет вполне сопоставимо результат. Ну, да. И по болезням, и по всему. я вам скажу, для Израиля это это просто жемчужина. даже нельзя сказать, какой клад для медицинских исследований. Потому что есть две группы, которые имеют доступ почти к одинаковой медицине, да, и очень отличаются по характеристикам жизни. Можно очень много знаний извлечь, особенно сегодня, из массовых этих больших данных, да. Можно просто вот заложить в компьютер данные здоровья всего жителей Бдейбрака и Северного Телевюа и просто извлечь новое знание из этого. Ну вот. То есть, интересно, кто-нибудь из вас знает, инвалиды подпадают под корону, чаще там заражаются или умирают этого, неизвестно, да, потому что про Харидим, это легенда. Я никак не могу это понять. Если мне расскажут, я бы понял. Что, какую фразу про Харидим? Про Харидим в связи с короной, что там происходит и в связи даже с... Скажите слово, я пропустил. А, я имею в виду, если у Харидим процент попадания под корону у Харидим определенный выше или ниже, чем, скажем, в этом же Северном Теревюре. У Харидим высокий процент, но говорят, что как раз количество тяжелых случаев не выше, чем по Израилю, потому что процент пожилых людей намного нет. процент молодежи выше. Ну, то же самое. Ну, Ну, Аран правильно сказал, потому что из общества, в которых в Африке процент пожилых людей ниже подруги причины. Да, Александр, да, их съедает. Александр, у меня вопрос просто в процессе обсуждения высказал. Вот есть, словно говоря, пожилые люди в Нью-Йорке, предположим, американская статистика просто лучше всех. И там просто куча разных сеток можно собрать. Пожилые люди более высокого достатка в Америке. Как на них осталось здорово в Штатах? Есть какие-то, да, ну, то есть, понятно, да, два сета, то есть с более высоким уровнем жизни, предположим, выше, там, в два раза медианы, предположим, и ниже. Есть какие-то данные такого типа? То есть, понятен вопрос, почему я задаю? Насколько я знаю, у них, по-моему, у них меньше. Но и надо забывать, в Америке очень высокий процент тех, вас тренирует, те, кто умерли от короны или те, кто заболели короной? Это черт его знает, я не знаю, что тут лучше брать, что тут показать. Нет, кто заболели, вообще-то мало. Ну, да, те, кто заболели, кто, да, дело в том, что там в Нью-Йорке попадают, низкого достатка попадают те, кто умерли в домах престарелых. Да, дело в том, что в Нью-Йорке это была совершенно ужасная вещь, сделали, то есть, в начале тех, кто, людей, которые были, болели коронавирусом, отправляли в дома престарелых. Это, то есть, это совершенно было, совершенно жутко. жуткий результат. То есть, в реально действующие или в новые организовывали? Или отсылали в реально действующие? В реально действующие. Вау, понятно. А как они, ну, все-таки, какой-то мотив был этот, невозможно просто? Наверное, все-таки, какая-то тонкая... Нет, мотива особо не был, распоряжение губернатора, мэра, и так далее. Куда, грубо говоря, самое простое отправить туда? Вот и все. Ну, может, они надеялись, что там какую-то зону выделяли закрытую? Я не знаю, на что они надеялись, но грубо говоря, нужно сказать, куда девать, там так иначе кто-то будет смотреть, и как-то это Я всегда внутренний такой контролер, люди иногда бывают не умные, но полные придурки и злодеи все-таки не так часто встречаются. Нет, губернатор Нью-Йорка как раз относится к довольно редким придуркам, насколько я помню. Ну, он организовывал китайский Новый год, по-моему, масса, да-да-да-да-да, в Нью-Йорке. Как раз в начале попал на начало заболевания и призывал посещать китайский ресторан. Нет, то есть не посещать китайских ресторанов. Пришла зараза, но просто сама по себе идея показывает уровень. То есть в некоторых моментах вот по степени идиотизма вот, вот, по-моему, этот человек стремительно приближается вот к советской бюрократии Брежневского типа. То есть такой. Ну, тех, кто парад устраивал после Чернобыла, предположим, да, то есть не лично Чечербицкий, а кто-то там. Да, понятно, то есть ну, там Усипу, да. Ну, да. Ну, я не говорю, что он сам принимал решение, но команда его, которая предлагает ему решение, она вот из таких идеологий. Ну, хорошо, да. Это важную тему Арм поднял. Да. Как социальный уровень. Так что, Александр, еще какие-то амиши? Амиши, действительно, нам надо идти в круг наших социальных обсуждений. как хорридивная община брака. Я сейчас вам принесу, покажу книжку про японские садики, может, кого-то заинтересовать. секунду. Да. Так интересно, в армиши в школе они учатся или в семьях? Или что? Куда они девают слабых детей с повышенным интеллектуальным развитием, если такое есть? как они отбирают? Есть какая-то разделение, селекция детей, которые физически в состоянии вести, насколько я понимаю, сельская работа требует достаточно серьезной нагрузки и, предположим, слабый ребенок. То есть, что с ним потом? Совсем недавняя книга, всего 87-го года, прогресс. Вот такая вот. Детский сад в Японии. Ну да, это эпоха села до... Там разные очень короткие такие очерки, очень... Это не двух книгах? Это эпоха села до Овчинникова. И так далее, и так далее. У меня совместилось, Арон, японский сад, и я не расслышал просто, я решил, что это книга о японских садах. Каменных садах, да. Да, да, сад 13 камней, прекрасно, да, это я в Ницце почти был в таком каменном саду, нет, это детский сад, япония называется, детский сад. Но вы нам рассказали, да, про их комбинезончики и так далее. это в тот раз. Нет, я просто не успел напомнить себе еще, но такая очень приятная книга, потому что она краткими очерками очень ярко как раз показывает вот эту специфику в любой ситуации. От года, по-моему, от года, сейчас от года, ну да, тут от года, и они всякие такие очерки, конкретные совершенно. Это было тогда, когда японцы были очень популярны у нас везде. Ясли, все, что хотите, всегда. Навыки общения, совместной деятельности, группового сознания, это у них в крови. Я помню, что самый интересный, помните этот Овчинников, да, Ветка Саняна? Да, да, прекрасные книги написал, про Анну и Продопольную. А меня больше всего волновало, как им удается мешать друг другу, где-нибудь на пляже там маленьком, там и так мало места. Так они могли сидеть спокойно с большими семьями, но не мешать друг другу, хотя расстояние ну там метр два, три. Это было очень для меня тогда важно почувствовать. Очень интересно. И что там, подождите, дайте нам элемент информации, так что какое качество позволило им не мешать друг другу? Во-первых, концентрация на семье, на своей. Это, кстати, ну, самое для них интересное было это удерживать семью. А с другой стороны, особый вид уважения к другому, вот, к рядом находящимся. Они как бы, и как, помните в этом самом, как же, ой, в этом фильме, когда японцы входят в лифт, армянины и с кем он там был, и с грузином, ехали в лифте, чьи-то гриты, да, чьи-то гриты, вот, вот, и там пропущены кадры есть. Мимино, Мимино. Да, Мимино, когда это вырезали почему-то, когда эти два, значит, грузины и армянин в лифте спускаются, туда заходит японцев кучка. Ну, примерно, я не знаю, там сколько их было, четыре, пять, шесть, семь. Одинаковые, как картинки, да, куколки. И вот эти японцы выходят из лифта и говорят другому, и как эти русские похожи друг на друга. Там, в грузин, в армянин. Их умение вот этой толеранции. А, смотрите, есть еще другой пример. Вот Аарону он ближе, хотя, не знаю, находился ли внутри, как еврейские молодые люди учатся в Яшиве, когда их сто человек в зале, они громко кричат, они еврутами учатся, да, друг с другом. И как мне объясняли, что они должны, когда хорошо обсуждают какое-то раздел места в Толгуде, они должны громко говорить и размахивать руками. Это не общепринятое мнение. Ну, по крайней мере, в определенном кругу. Меня это дико раздражает. Я хочу на это, просто, на это. И они, их много, их много в этом большом зале, тем не менее, атмосфера, вот, какую-то такую устойчивость, они, по-моему, я все-таки, вы знаете, мне доводилось, я уверен, что и Аарону доводилось быть в таких местах, да? Ну, я пытался... Я не скажу, что вам было легко, но вы видели, как говорится. Я видел, я видел. Для того, чтобы показать своему сыну, 13-летнему, как люди учатся, ну, на мой взгляд, это более правильно, я привел его в университетскую библиотеку. Ну, в смысле, не университетскую, а в библиотеку. А вот я не уверен, вот это абсолютное сравнение более правильное, оно сложное. Оно сложное, когда люди настолько могут концентрироваться друг на друге. Может быть, может быть. Ну, я полагаюсь на Ливенского Даона, который не кричал. То есть, кто-то кричит, кто-то нет. То есть, школа Мусара на Равский Миссаре самосовершенствует. Она как раз не очень хорошо относится к тому, что люди кричат во время. Скажите, а у Лайтмана вы бывали когда-нибудь? Я знал, близко я знал человека, который учился очень давно. Немножко плохо вас слышно. Я знал человека, который был близок к Лайтману. Это было очень давно. Это очень давно. Совсем больше 20 лет назад. Больше 20 лет. Ну, видите, как мы перескочили. Я просто хотел сказать, что много людей могут находиться в одном помещении совершенно в другой форме и тем не менее быть счастливы и очень творческой атмосферы. Может быть, может быть. Вы знаете, есть такой сейчас тихо есть такой анекдот о том, что Арону пора спать, Михаэль. Все, все. Так что, Арону надо отправлять. Давайте мы всех Аронов положим спать. В Арону резюм, да, в Арону резюм. Я просто экскурсовод около Ниагарского водопада говорит группе туристов. Ниагарский водопад, крупнейший водопад в мире, его шум падающей воды из каких-то чудовищных объемов, называют падающей с высоты такой-то и такой-то, слышно на расстоянии пяти миль от Воронки водопада. И мы тоже сможем услышать этот шум, когда группа туристов засыраили, отойдет подальше. Я прошу прощения, жена на сегодня рожденье поступает одновременно. У нас режим, покушали и лежим, да, вот так? Да, поели и лежим. Прошу прощения. Пришните мне, пожалуйста. Приходите в пятницу в десять утра. Ну, это перед сукот, конечно, можно. Да, да. надо ставить энергию на пятницу, потому что мы вас забросаем вопросами. Это я буду очень рад. Я, кстати, очень не люблю, когда лектор ожидает, что он говорит час подряд. Так вы выберете манеру, вы там можете выбрать манеру, как вам захочется. Там обычно делается полтора часа, типа, а потом вопрос. Ужас. Я так прятались. Я выдержал минут 15. Я два раза докладывал, два раза не выдержал. Стал бросать доски на пол. А, вы участвовали как слушатель или как лектор? Нет, как лектор. Как докладчик, да? Да, как докладчик. а что, ваше право остановиться сказать такие вопросы? я предложил сделать такое, как кафе, знаете, чтобы люди сидели за столиками круглыми и выполняли какие-то мои задачки интересные, чтобы тут на месте все проверялось. Они почему-то не пошли на это, а потом сказали, почему-то не надавил, надо было сделать такие группы. Вы имеете в виду, если вы хотите как-то это все весело организовать, то вы можете. Ну да, они стеснялись, они ждали, чтобы большую достойчивость проверить. Да, да, да. Да нет, там всегда есть свои боязни, что не дай бог не хватит места, не дай бог что-то еще. Все начальство одинаковое. Вы знаете что, мне кажется тоже режим поедет. И у меня тоже лежит. Александр, докладчику не дали слово. Нет, докладчик кое-что успел. чуть-чуть это самое. Александр, вы хоть скажите в заключение. Заключительное слово докладчик. с моей точки зрения, вот этот в принципе этот механизм определенные вещи этого механизма по идее нужно распространить на вот так сказать из то, что успешно делается то, что успешно делается в кредивных детских садах построить на другое население. какие элементы можно с моей точки зрения взять? Совершенно очевидно последнее, то есть, а именно отбор. Грубо говоря, чтобы воспитателями были не те, кто никуда больше устроиться не может, а в общем те, кто подходит к этой работе. почти натурально подходит. Получается, что и прием даже в пединституты должен основываться на том, получил ли человек репутацию в каком-то месте. Это очень сложно, это такая общая тема, да? Это общая тема, это так, но я считаю, что это достаточно крайне важно. А как? Это тогда институт пионервожатых надо подсорожать. Одну минуту таким образом, каким образом, что проявила Финляндия, например. Да, да. Те меры, которые они сделали, что у них в итоге идут преподавания лучшие. Да. Как они знают, что они лучшие? Да. Нет, нет, это известно, кто именно идет, кто именно идет преподаватели. По сравнению с тем, что они тоже, они начинали тоже, у них изначально этой системы не было. Это мы не разматриваемся. Хорошо, когда идут просто талантливые, но еще лучше, когда идут те, кто уже поработали с детьми и почувствовали, что у них это получается. А как? В Финляндии есть этот механизм или нет? что будущие учащиеся пединститутов до этого уже знали, что он уже поработал с детьми, у него хорошо получается. Сначала там эти зарплаты подняли и престиж сильно, а потом уже смотрели, что получится. Это, 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 это тоже тема есть, но я сейчас другую поднимаю. Потому что знать человеку, что он умеет обучать, это, это, это должна быть очень сильная детская система. Вот опять мы приходим к Академии Хана, потому что если там будут вот эти разновозрастные классы и у старших детей будет большая практика обучать младших, они будут, они и окружающие будут хорошо знать тех, кто более способен обучать. Они там очень хорошо будут отбор проходить. Самый отбор и отбор. В какой-то степени это нужно распространить, то есть в данном случае то, что я сказал в Академии Хана, это на второй элемент, а именно на окружение детей. То есть если они будут окружены детьми, которые точно так же хотят заниматься, все. Да, да. Это может в какой-то степени то есть создать именно ту, ту атмосферу, которая тоже будет способствовать именно довольно хорошим результатам. Вот отличная, отличная мысль. И вот тут ворона мы можем подключить. А как спортивная секция образуется? Вот пришел новый человек, будущий тренер, он отберет сначала небольшое количество ребят, которые вдохновлены, да? Да. Потом новые ребята будут приходить туда, и там эта атмосфера их уже будет раскручивать, да? есть практика Советского Союза, очень простая, это массовость, больше ничего не надо было, и отбрасывали, отбрасывали нещадно тех, кто слабее, остаются те, кто самые сильные, просто естественный отбор. Когда уже в спорт не стали идти, как в карьеру, как и спорт не стал привлекать людей, как единственный способ там чего-то достичь, или даже поехать на границу, и так далее, и так далее, то умные уже не пошли в спорт, самые умные, они стали уже где-то оседать либо на других видах спорта, либо на каких-то других деятельностях, и тогда уже у тренера наоборот, появилась ситуация самая тяжелая, то он работает тем, кто есть, и он не имеет возможности даже набирать иногда самых лучших, то есть это очень интересно, но тренер сам по себе, это полезен, и он все равно будет делать, либо из лучших, либо из не лучших, и все равно он найдет способы, как это делать, потому что ему, подождите, Арон, тут же возникла идея, вот для тренера, для любого человека, который кружок хочет основать, ему сначала надо найти несколько горящих, сделать маленькую группу. Ну, конечно, это так. А потом постепенно по одному добавлять в нее новых ребят. Да, я вам скажу, как они называются, я вам говорил уже, но напомню, это те ребята, которые называются плеймейкерами, это те вокруг, конфигураторами такие, это вокруг них возникает прелесть вот этого действия, это быть вместе и заниматься таким вместе этим занятием, и вот они делают то, что тренер даже сделать не может, потому что они на площадке, тренер не может выйти на площадку, скажем, а там этот плеймейкер есть, и вот если тренер находит, это великое счастье для тренера, нет больше счастья для тренера в любой спортивной игре, даже в катании на льду, вот этих людей, которых мы называем плеймейкером, которые чего-то понимают, что я знаю, что я делаю, когда я это делаю, вот такой принцип, я знаю, что я делаю, когда я это делаю, вот когда есть такое, хотя бы один-два, и в России, скажем, потерялись эти разводящие плеймейкеры, и стали закупать за границей, и весь российский баскетбол упал, и ни одна сборная больше ничего сделать не может. умный менеджер команды знает, кого надо в первую очередь покупать. Я, наверное, должен откланяться, могу зум оставить, если вы вдвоем еще хотите. Нет, мы уже тоже откланяемся, потому что мы отползем. Вы откланиваетесь, а мы будем отползать, а вы откланиваетесь. Спасибо, спасибо всем от ума. Большое удовольствие, большое удовольствие. Спасибо большущим, пока-пока. Счастливо.